Радио Болтком 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 По-моему, во вторничном эфире вчерашнем, но, тем не менее, может быть, более подробно я расскажу о картинах, которые получили награды, кто не получил награды. Ну и, наверное, все-таки начнем с премьер недели. Дело в том, что действительно несколько очень любопытных картин выходят на экраны, в частности, «Кошачьи миры» Луиса Уэйна. Картина, в которой, конечно, блистает Бенедикт Камбербэтч. Ему, в принципе, всегда очень нравились роли таких социопатов, людей немножечко не в себе. Ну, вот с Шерлока Холмса, как мы его полюбили, вспомним. Фильмы также про Энигму, где вот он сыграл изобретателя компьютеров, при помощи которых удалось взломать код Энигмы. И многие-многие другие. Но вот очень интересный, конечно, новый фильм, где он, опять-таки, играет реально существовавшего персонажа. Персонаж этот очень любопытный. Это британский художник Луис Уэйн, который рисовал кошек. И прожил он достаточно долгую жизнь, которая захватила как викторианскую Англию, так и Англию уже начала XX века с Первой мировой войной, с драмами, с трагедиями. И в этой картине это не просто рассказ о жизни художника, не просто такой биопик, а биопик в жанре сторителлинга. И он достаточно любопытно снят, в нем много интересных цветовых решений, поскольку все-таки речь идет о художнике, там присутствует вот именно игра цветом с его картин. Луис Уэйн специализировался на изображениях кошек. Он придумывал истории, иллюстрируя, значит, эти кошачьими картинками. И он стал невероятной звездой в Британии. Может быть, он не так известен вот у нас в стране, но, тем не менее, в Британии он был знаменитостью, за которую гонялись журналисты, гонялись поклонницы. Сам же он был достаточно таким странным, чопорным английским джентльменом, единственным мужчиной в семье из шести человек. То есть у него было пять сестер, о которых ему нужно было заботиться, и для заботы над которыми ему нужно было зарабатывать деньги. И, собственно говоря, вот ради чего он и пошел, стал пытаться заработать деньги вот именно своими художественными какими-то творениями. И, в частности, вот выяснилось, что кошке ему удается больше всего, они имеют наибольший успех у покупателей. И действительно раскупались вот выпуски его, ну, комиксов, не комиксов, картин. Они раскупались, как горячие пирожки, и в результате ему удалось вот достаточно все-таки обеспечить свою семью, нанять гувернантку, которая открыла ему мир чувственной любви. Ну, и все это вот вы увидите в этой картине, которая действительно любопытна тем, что это не совсем такой банальный биографический фильм. Это картина, которая играет и цветом, в которой есть какие-то вот немножечко сюрреалистические моменты. Вот обращаю ваше внимание просто на... Это не массовое, конечно, кино, это не «Человек-паук» там или какие-нибудь там «Мстители». Это фильм, конечно, который понравится такой узкой аудитории, но, тем не менее, вот эта аудитория будет от него в восторге, он станет действительно культом. Еще одна такая знаковая премьера этой недели, фильм, которого ждали очень с большим нетерпением, и о нем пока известно очень мало. Я тоже вот думаю, что нужно, может быть, посмотреть, затем уже говорить, но, тем не менее, это перезапуск, ну, точнее сказать, фильм «Крик» вот 25 лет спустя. Я хочу напомнить, что в свое время фильм «Крик» буквально перевернул, вот, стал основой долгой франшизы. Уэс Крейвен, который вот сделал такой хичкоковский прием, главная звезда фильма, Дрю Берримор погибала на первых минутах фильма, «Маньяк в маске», который очень, эта маска стала просто культовой, затем она использовалась, стала хитом хэллоуиновских всевозможных вечеров, породила всю эту целую серию фильмов «Крик», которые понемножечку как-то стали угасать. И вот это возвращение к истокам снова играет Нив Кэмпбелл, снова актер, по-моему, Дэвид Аркетт, который играл полицейского в оригинальном фильме. То есть им удалось вернуть, собрать команду вот самого первого фильма, и сюжет, собственно говоря, банальный. Через 25 лет после кровавых событий вот первого фильма в этот же городок возвращается, или это какой-то новый маньяк, непонятно, что это будет. И картина, которая выдержана абсолютно в стилистике, в жанре вот первого классического «Крика». Очень много будет воплей, очень много этих элементов неожиданности, нападений маньяка в этой маске с блестящим ножом. Ну, собственно, все, что вот любят фанаты этой франшизы. Я думаю, что это такой подарок именно тем, кто любит фильмы ужаса, в частности, слэшеры, такой уже подраздел. Ну, и если говорить конкретно о фанатах «Крика», я думаю, что они останутся довольными. Во всяком случае, вот первые какие-то отзывы были весьма и весьма благожелательные. Еще выходит мультик «Повелитель драконов». Ну, собственно говоря, вот на этом какие-то такие премьеры большие заканчиваются. Но, тем не менее, вот в кинотеатре «Сплендед Пелес» там периодически можно увидеть картины, поскольку этот кинотеатр работает, ну, немножко по другой схеме. Он предлагает фильмы, которые часто выходят вот один раз в неделю, два раза в неделю. То есть вот там такая плавающая, плавающий график. Там есть два зала, но, тем не менее, в этих залах вы можете увидеть совершенно разное кино. Если придете, вот в каждый день репертуар меняется. И вот в среди картин, которые предлагают, там есть и такие проверенные хиты, как «Дом Гуччи», например, можно посмотреть, если упустили. И в то же время вот интересно, что он тоже взял на вооружение просмотр старого такого доброго, а может быть и не очень доброго кино, как «Основной инстинкт». Можно пересмотреть фильм Пола Верхувена с Шарон Стоуной, с Майклом Дугласом, фильм 92-го года. То есть это опять-таки, простите меня, но это 30 лет назад, 92-й год. Да, действительно, это вот картина отмечает юбилей, и ее теперь можно увидеть на большом экране. Если кто-то не видел этот фильм, а я вот сейчас даже и боюсь вспомнить, показывали ли его на большом экране, или тогда уже вот схлопнулась совершенно вот система кинопроката, и его можно было увидеть только на видео. Но, тем не менее, вот очень, поскольку Splendid Palace, он считается кинотеатром европейского кино, именно вот на экранах этого кинотеатра можно увидеть много фильмов, по большей части, конечно, французских, потому что французы, наверное, ну, самые популярные вот фильмы снимают европейские. И, в частности, можно увидеть картину «Вечный свет» Гаспара Ноэ. В этой картине сыграли Беатрис Даль и Шарлотта Гинсборг. Это две очень популярные, знаменитые, уважаемые актрисы французского кино. Ну, и, как всегда, у Гаспара Ноэ, у него очень странные фильмы. «Lux Internal», по-моему, так называется в оригинале картина. И это фильм такой слегка сюрреалистический, который погружает нас в такое бессюжетное практически повествование. Ну, для любителей вот именно этих актрис и Гаспара Ноэ, я думаю, что вот это та аудитория, которая получит удовольствие от фильма. Еще один фильм с Шарлотты Гинсборг 2020 года, то есть, ну, вот полутора летней давности, называется «Сюзанна Андлер». И интересно, что эта картина представляет собой, ну, такую любовную историю женщины, которая замужем за очень богатым мужчиной, но их, как бы, любовь давно угасла, и в момент, когда муж уезжает по делам, она заводит молодого любовника. Вот это такой любовный треугольник, ну, практически сконцентрированный, все на Шарлотте Гинсборг. Ее актерская работа, вот, в принципе, в центре внимания картины. И я хочу обратить ваше внимание, что этот фильм снят по пьесе «Маргарит Дюрис», «Дюрас». Я, для тех, кто, может быть, вот, кому это имя не совсем знакомо, она была сценаристкой фильмов «Хиросима. Моя любовь» и очень популярного, знаменитого фильма «Любовник», в свое время тоже нашумевшего. Одна из ее пьес, кстати, вот когда здесь в Ригу приезжали Жерарди Пардье и, господи, невероятно тоже популярный Фани Ордан, как раз-таки их спектакль, вот, который они показывали в ролической публике, это была тоже пьеса «Маргарит Дюрас». Она постоянно, вот, отношения мужчины и женщины, измены, любовь, переживания, все это вот в центре ее внимания. Ну, и вот такая же история в картине Сюзанна Андлер с Шарлоттой Гинсборг в главной роли. Еще один фильм французский, который можно будет посмотреть, вот, «Сплендед Палас», называется «Любовники». И в этой картине сыграл, вот, очень популярный французский актер Пьер Нине. Он невероятно харизматичен, он играл, по-моему, и в Сен-Лорана, в одной из, вот, там было две биографические ленты, вот, в одной из них он играл знаменитого модельера. Ну, и вообще он невероятно харизматичный, такой страстный, невероятно красивый, такой, по-особенному красивый мужчина. И эта картина, режиссером которой стала Николь Гарсия, это интересная очень женщина, она и режиссер, и актриса, и сценарист, очень такая многогранная. Кстати, те, кто смотрели сериал «Люпен», она играла супругу, вот, главного злодея, там, Анну Пеллегрини. Вот она сняла фильм, где, опять-таки, любовный треугольник, но совершенно такой другой. Молодая пара, вот, возлюбленных, которые планировали пожениться, оказались разлучены трагическими обстоятельствами. Молодой человек попал в тюрьму. Ну, там, я сейчас, я картины не видел, поэтому я боюсь собрать, вот, по ложному ли обвинению, или это было стечение обстоятельств. Но сам факт, что она его не дождалась, вышла замуж, и с мужем приезжает на роскошный курорт, где сталкивается со своим бывшим возлюбленным. И здесь вот эта драма «Искра» вспыхивает вновь в страсти, страсть, которая грозит, в общем-то, разрушением судьбы всех участников этого любовного треугольника. Ну, и картина действительно такая очень яркая, страстная, увлекательная, которую, думаю, что на большом экране вот эту историю будет любопытно посмотреть. Так что, вот это те картины в ближайшее время, которые можно посмотреть, увидеть на наших экранах. То есть, вот, на всех площадках города это будут «Кошачьи миры» Луиса Уэйна. И новая серия ужасника «Крик», а также детский мультик «Повелитель драконов». Ну, «Австанед Палес» — вот несколько французских картин. Следите, там действительно нужно отлавливать эти картины, но они идут периодически. То есть, через день, через два вы их сможете снова найти в сетке кинотеатра. Там просто нужно посмотреть внимательно, выбрать подходящий день, подходящий сеанс. До того, как вот мы все-таки перейдем к «Золотым глобусам», еще несколько новостей хотел просто рассказать, обсудить. В общем, ну, может быть, начать с хороших новостей. Во-первых, у Леонида Куравлева не подтвердился диагноз коронавируса. Я напомню, что, в общем-то, актеры в весьма достаточно преклонном уже возрасте доставили в Москве в больницу с подозрением вот на ковид. Но вот анализы не показали коронавируса. И будем надеяться, вот держим кулаки, что все-таки все обойдется, все будет хорошо. И Елена Проклова, которая попала тоже в больницу с инсультом и какое-то время даже не выходила на связь с прессой, никак не комментировала свое состояние здоровья, недавно все-таки пообщалась с журналистами. Ну, и, во всяком случае, настроение ее тоже такое достаточно оптимистичное. Она надеется быстро восстановиться после инсульта. Врачи тоже как бы оценивают ее состояние. Ну, как идущие на поправку, ее перевели в общую палату, и в какой-то момент она находилась в реанимации. И, в общем-то, будем надеяться, что здесь тоже все обойдется. Во всяком случае, в общем, у наших любимых актеров все будет хорошо. Хорошо. Говоря про ближайшие, вот, конечно, планы с «Оскарами», должны объявить номинации на «Оскар» в самое ближайшее время. И уже стало известно, что эта церемония будет с ведущим происходить. Поскольку две последние церемонии, вот это то, что сейчас мы живем в такое безумное коронавирусное время, они проходили в каком-то таком не совсем классическом формате, и не было традиционного ведущего. Всегда есть тот, кто вот как стержень там объявляет выходы тех артистов на сцену других артистов, немножко разряжает обстановку монологами, шутками, стендап такими выступлениями. Всегда это было какой-то, ну, такой фирменный, не то чтобы изюминкой, но фирменным стилем «Оскара». Поэтому приглашали на церемонию вот ведущими популярных комедийных актеров. Кстати, по-моему, Вупи Голберг была ведущей. Был много лет ведущим, появлялся Стив Мартин, известный комик, и были ряд вот других артистов. Но в последние два года обходилось все без центрального ведущего. Вот теперь вот говорят, что ведущий будет. Сначала вот были какие-то новости о том, что имя не называется, а затем в источниках промелькнуло имя Тома Холланда. Том Холланд, конечно, очень сейчас популярный молодой актер, который сыграл в фильме «Человек-паук». Вот, по-моему, третья уже реинкарнация «Человека-паука», вот на моей памяти, вот в этой франшизе, которую сейчас запускают, перезапускают. И, кстати, вот «Spider-Man No Way Home» «Нет пути домой» – эта картина стала самым кассовым вообще фильмом прошлого года. Сборы только в Соединенных Штатах Америки, вот сейчас составляют 668 миллионов, и он до сих пор находится на первом месте по посещаемости. Ну, я напомню, что, конечно, американский кинопрокат тоже переживает спад из-за того, что все ограничения по рассадке в залах, плюс ко всему, я понимаю, что тут могут посещать только вакцинированные, плюс ко всему, там ряд сетей, несколько сетей кинотеатров просто закрылись, они не выдержали вот этих простоев, локдаунов, но, тем не менее, вот жизнь бурлит, киножизнь в Америке, и первое место с 32 миллионами занимает «Человек-паук». На втором месте «Водопой», по-моему, так, «Синг-2», вторая часть «Водопоя», 11,5 миллионов, на третьем некая картина «355», вот, честно говоря, ничего о ней не знаю, фильм студии «Universal Pictures». Затем идет картина «Кингсмен», это вот перезапуск, точнее, приквел всех этих событий, очень ярких, те, кто следили, смотрели про «Кингсменов» серию. Ну, и потом идет фильм, в частности, вот можно найти уже «Матрица воскрешения», «Вессайдская история», «Охотники за привидениями», «Лакричная пицца», «Дом Гуччи», «Энканто», ну, практически все фильмы, которые или вышли на экраны уже у нас, или, ну да, вот и «Охотники за привидениями» вышли, и «Вессайдская история», по-моему, уже идет у нас, и «Матрицу» можно было посмотреть, и «Дом Гуччи». Ну, то есть, все практически те картины, которые они сейчас и так в топе. Замечу, что, конечно, вот прибавляет популярности номинаций и награды на «Золотой глобус», но вот об этом еще чуть-чуть попозже. Еще несколько новостей. Вот российскую комедию «Елки-8» обвинили в плагиате. Картина, если честно, ну, на мой взгляд, самая неудачная во всей этой франшизе «Елки», поскольку снимал уже ее не Тимур Бекмамбетов, молодые режиссеры. Они постарались, ну, завершив, закончив прежние истории, найти какие-то новые сюжеты, новые персонажи, но вот как-то не совсем все срослось. Получился достаточно такой проходной фильм. Единственное, вот, связующее звено – это голос Константина Хабенского, который, кстати, сегодня отмечает 50-летие, с чем мы его поздравляем. Ну, и плюс ко всему еще добавился такой неприятный привкус скандала. Это плагиат не в сюжете, плагиат не в каких-то там сюжетных каких-то или сценарных перипетиях, а плакат фильма «Елки-8» был полностью скопирован с поздравительной открытки норвежского фотографа, которого зовут Стик Ховард Дирдал. И когда эта картина появилась, я понимаю, на норвежских экранах через стриминговые сервисы, его просто, ну, я понимаю, продали в какую-то сеть, и в том числе можно было увидеть его в Норвегии. А естественно, что картину в каталоге сопровождает какая-то сопроводитель, ну, картинка, извините за тавтологию, плакат фильма. И таким образом, вот с большим удивлением, этот Стик Ховард Дирдал вдруг увидел, что плакат «Елок-8», а я напомню, что там составляют елочку персонажей в зеленых костюмах, которые обвешаны гирляндами, кто-то стоит там на коленях, кто-то там чуть повыше, кто-то, очевидно, на табуреточке возглавляет все. Там, по-моему, были Светлаков, там был Филипп Киркорф, ну, в этой елочке, и он даже, ну, просто написал возмущенный пост в Фейсбуке, что хотя бы даже изменили бы хотя бы цветовую гамму, ну, потому что действительно скопирована не только вот эта композиция из такого же количества человек и также обвешанных гирляндами, но и абсолютно цвета их костюмов, вот оттенок зеленого, один в один совпадающий с его открыткой. Ну, тоже не очень хороший какой-то вот, ну, момент, который бросает тень на эту картину. Ну, и последнее, вот в этой, как бы, первой нашей информационной части, «Бэтмен» с Робертом Паттисоном, картина, которая тоже сейчас вот в таком режиме ожидания, все ждут, что это будет очень большой хит, что эта картина привлечет большую аудиторию, но, тем не менее, из-за общего мрачного настроения, ругательств, которые прозвучали с экрана в этом фильме, и, я так понимаю, там фигурирует просто тема наркотиков, из-за всех вот этих факторов, сложившихся вместе, фильм получил рейтинг PG-13, то есть его можно смотреть с 13 лет, 13+, и, по-моему, вот при сопровождении родителей, то есть подростков должны сопровождать родители, там какое-то вот такое, такие хитрые ограничения в этом рейтинге, ну, и, конечно, все, всегда, когда речь заходит об ограничениях возрастных, это немножко напрягает прокатчиков, продюсеров картины, потому что это значит, что отсекается какая-то часть аудитории, которая, а всем известно, что в кино все-таки сейчас ходят в основном подростки, и любое возрастное ограничение, оно очень сужает поле, ну, аудиторию, потенциальную аудиторию фильма, ну, и таким образом, конечно, поскольку картина на нее делается очень большая ставка, что это будет один из таких главных больших хитов премьеры года, ну, вот немножко напряглись продюсеры, но будем, как говорится, посмотреть, чем закончится и какие будут результаты и показатели. Пока в нашем вот латвийском прокате перестали, я перестал получать данные вот о посещаемости кинотеатров наших латвийских, уже давным-давно не видел этих рейтингов списков, сколько там посмотрели, какую картину, пока вот можно пользоваться только данными из американского проката. У нас не будет, да, рекламной паузы, поэтому я сразу продолжу и перейдем, наверное, сейчас к такой важной теме, как лауреаты премии «Золотой глобус». Действительно, «Золотой глобус» долгое время, вот мне он очень нравился именно своей, я бы сказал, такой очень непринужденностью, поскольку «Оскар» был достаточно такой официальной церемонией киноакадемии, там все сидят в зале, перед ними сцена с выходящими, выступающими, объявляющими победителей. Вот «Золотой глобус» он всегда был немножко каким-то таким менее формальным. Люди сидели за столиками, выпивали, закусывали, в общем-то веселились. Там всегда вел, последние годы вел Рикки Джервейс, очень остроязыкий, он комедийный актер, и он невероятно остроумный человек, ну и плюс ко всему нарушающий все какие-то вот такие нормы красной линии, там политкорректности, он мог очень жестко пошутить на какие-то темы, не всегда это всем нравилось. Здесь были шутки вот на «Золотом глобусе», я очень хорошо помню, как пару лет назад вдруг выходит Рикки Джервейс и говорит, а давайте поприветствуем сейчас на сцене будет последняя актриса, которая снималась вот с Чарли Чаплиным в его там чуть ли не немых фильмах, легенда там американского кино, там что-то, он произносит какое-то имя там неразборчиво, там это все тонет уже в аплодисментах, все встают, аплодисменты, овации вывозят кого-то, значит, на инвалидной коляске, и, значит, этот Джервейс как бы выталкивает эту коляску, как будто бы подталкивает ее к микрофону, и вдруг она без этих тормозов съезжает к краю сцены, переворачивается и падает со сцены вместе с сидящим. И зал просто в одном порыве, ну просто все как бы в ужасе выдыхают, а Рикки Джервейс как бы с мрачным лицом говорит, да, это была последняя актриса, которая снималась, ну и затем выясняется, что на самом деле там сидел профессиональный каскадер, который, ну это падение не принесло ему никаких травм, вот такого рода шутки, вот очень, я бы сказал, на грани, ну просто вот допустимого, они были на «Золотом глобусе». Ну и не говоря уже о том, что это не киноакадемики, а были аккредитованные журналисты, часто какие-то вот оценки тоже были более непредсказуемые, чем на «Оскаре». Ну, к сожалению, вот в последние годы сложилось так, что «Золотую глобус» стали критиковать за вот все вышесказанное, и он постарался соответствовать всем уже ожиданиям, ну и, к сожалению, к сожалению, вот мы видим результаты. Результаты такие. Во-первых, получил награду за лучший драматический фильм, фильм «Власть пса». Картина, которую сняла Джейн Кэмпион, новозеландская женщина-режиссер, она снимала «Пианино» в свое время, который соревновался с списком Шиндлера, и тогда «Пианино» получила приз за сценарий, а все-таки список Шиндлера как лучший фильм года, я очень хорошо помню эту драматическую борьбу. Но вот «Власть пса» — дело в том, что Джейн Кэмпион не снимала кино вот чуть ли не 10 лет, вот именно кинофильмов. Она немножко ушла на телевидение, и возвращение ее на большие экраны, в общем, тоже вызвало большой интерес. Бенедикт Камбербэтч там играет, опять-таки, главную роль, и очень необычно для Бенедикта Камбербэтча то, что он играет во многом отрицательного персонажа. Но как отрицательного? Он играет старшего брата, который, завидуя брату младшему, который женился, у него вроде бы успешная семья, я так понимаю, что даже отбил, может быть, женщину от своего братца, тот пытается разрушить семейное счастье своего брата, воздействуя через его сына. Ну, это, с одной стороны, такая картина, где действие происходит на ранчо, это такой, как будто бы классический такой вот, ну, вестерн, не вестерн, но вот американское кино, но в то же время там буквально кипят шекспировские страсти, и вот к Бенедикту Камбербэтчу есть что сыграть, и он пытается все-таки вот, ну, судя по фрагментам, по трейлерам фильма, я понимаю, оправдать как бы своего героя, его поступки, что делает, в общем, этого персонажа более неоднозначным, очень таким выпуклым, интересным, и картину вот я тоже жду с большим нетерпением, мне кажется, что, ну, должно быть такое серьезное, хорошее кино, тем более, что Джейн Кемпион получила не только за фильм, но и как лучший режиссер. Картина на... лучший фильм на иностранном языке — это японский фильм «Сядь за руль моей машины». Картина, вот, по-моему, в нашем прокате ее не показывали, не демонстрировали, не знаю, как попадет ли она по... попадет ли она в оскаровские номинации, но это экранизация рассказа Харуки Мураками, который, кстати, сегодня тоже, сегодня отмечают день рождения, вот Хабенского я упомянул, Харуки Мураками тоже. Он один, пожалуй, ну, пожалуй, самый известный все-таки японский автор вот современности. Постановщик и сценарист Рюсюке Хамагути, он снимал «Глубину», «Прикосновение к жути», и в центре этой истории театральный режиссер, которого приглашают поставить дядю Ваню для фестиваля в Хиросиме. И вот ему выделяют личного водителя, это молодая женщина, молчаливая такая Мисаки, и за время, проведенное вместе, вот этот главный персонаж начинает переосмысливать отношения с женой, с которой он жил, вот вроде бы в счастливом браке до ее внезапной смерти, а вот эта девушка тоже вот разбирается со своим непростым прошлым. Вот так вот, если описывать очень кратко сюжетную линию, ну и эта картина получила, я еще раз напомню, приз за как лучший фильм на иностранном языке. Конечно же, здесь присутствуют и актеры, значит, лучший актер в драме – это Уилл Смит в картине «Король Ричард», ну «Король Ричард», здесь нет ничего шекспировского, это рассказ про человека, который практически воспитал вот двух Моцартов, можно сказать, тенниса – Сирену и Винус Уильямс. Это папаша, который проводит с девочками ежедневные многочасовые тренировки, он старается мотивировать дочерей на этом непростом пути. Ну и Уилл Смит, конечно, очень изменился, поскольку для этой картины он невероятно трансформировался физически. Узнать такого красавца Уилла Смита практически невозможно, это не только грим, он буквально физически изменился. Ну, мне, как я немножечко так скептически считал, что в «Погоне за счастьем» очень похожий сюжет есть, где Уилл Смит сыграл примерно такую же роль, но вот рассудили иначе, получил он «Золотой глобус» за эту картину. Получила молодая американская актриса Рэйчел Зеглер за «Вестсайдскую историю». Кстати, сам фильм был признан лучшим фильмом в категории комедии или мюзикл. Опять-таки, ну, у меня какие-то, как это было в Иване Васильевиче, меня терзают смутные сомнения. Я не смотрел. Вот, знаете, я не хочу быть, конечно, тем, кто Пастернака не читал, но осуждаю. Но «Вестсайдская история» вот, ну, просто классический фильм, который хрестоматийный, и все его знают и любят. Вот это была реинкарнация мюзикла на киноэкране еще 60-х годов. И Стивен Спилберг, в общем-то, ну, особо не мудрство, а лукаво взял похожих актеров и очень похоже решил вот все вроде только с современными актерами, в современных декорациях, с современными возможностями. Ну, вот всегда вот, когда ремейк классического фильма получает титул лучшего фильма, ну, немножко как-то страшновато, насколько он, действительно ли он лучше всех остальных, насколько он может оправдать свои ожидания. Опять-таки, картину не смотрел. Вот, надеюсь, после того, как посмотрю, я смогу вынести уже свое собственное мнение. Фильм «Дзюна», на который тоже делали многие ставки и говорили, что это вот картина невероятно визуально изысканная. И Дэнни Вильнёв всё-таки режиссёр, который, ну, этого снял «Бегущего по лезвию», вот как раз продолжение, вроде, казалось бы, такого, ну, культового фильма Ридли Скотта. «Дзюна», опять-таки, это культовый роман, который невероятно огромный, большой по объёму, и этот первый фильм – это только первая часть этого романа. Он получил единственный «Золотой глобус» как лучший саундтрек. Ну, в общем-то, Ханс Циммер, по-моему, даже отказал, сейчас я не помню кому, а, Нолану для «Теннет» фильм, он отказался, чтобы написать музыку для фильма «Дзюна». Вот, получается, что не зря отказался, получил «Золотой глобус». Если говорить про песню, то здесь с Билли Айлиш, с фильмом, с песней «К Бондиане», «Не время умирать», фильм «No Time to Die», ну, и, собственно, аналогичная песня. Лучший актёр в комедии и мюзикле – вот «Тик-так-бум». Опять-таки, это мюзикл «Тик-так-бум», мюзикл о мюзикле. Эндрю Гарфилд играет композитора, который переживает кризис среднего возраста, ему 30 лет, ничего не добился в жизни, девушка тоже, в общем-то, его смотрит на него как бы немножко скептически. Но, тем не менее, у него есть мечта, мечта написать великий мюзикл, который станет хитом Бродвее. Как он создаёт эту мелодию, откуда он черпает вдохновение, вот об этом рассказывает этот фильм. И Эндрю Гарфилд, ну, тоже он очень ярко сыграл в этой картине. Из лучших, вот если говорить про сериалы, здесь Майкл Китон, как лучший исполнитель роли в сериале «Ломка», Кейт Уинслет, она сыграла вот блестящий, конечно, «Мэйр из Исттауна». Это мини-сериал, небольшой сериал с ограниченным количеством серий, там история заканчивается уже так, что, ну, продолжение не должно быть, это не сезонный сериал. И Кейт Уинслет, она сыграла блестящую женщину, которая является полицейским детективом в небольшом городке. Это американская провинция. Вот у меня знакомые, которые живут в Америке, родственники, они говорят, да, господи, это вот снимали буквально в нескольких, в двух часах езды от нас, и это действительно, мы знаем эти места. Это маленькие города, из которых молодежи хочется бежать, потому что им кажется, что в этом городе, ну, нет никакой перспективы, никакого развития. В этом городе все время пережевывают местная баскетбольная команда, которая вот выиграла какой-то очень важный матч, и там чуть ли не 20 или 25 лет назад она смогла попасть вот куда-то вот в чуть ли не вот более высокую лигу, но затем снова скатилась и свалилась. Но вот был момент, был момент какой-то удачи, победа, очень важная в игре, где героиня Кейту Инслет забросила решающий мяч. И в этом городке начинается, ну, происходит серия убийств. И вот это не совсем детектив, потому что здесь сделан очень, такой очень важный принципиальный акцент не на расследование убийства как такового, там какие-то улики, какие-то очень важные там детали, которые обычно сыщики там находят окурок или там след ноги. И героиня Кейту Инслет с ужасом вот она переживает за то, что поскольку это небольшой городок, и все друг друга знают, что этим человеком, который совершал убийство, может оказаться кто-то, кого она знала, любила, кому она доверяла. И вот этот ужас того, что человек, который ты считаешь, ну, просто с которым ты ходишь, пересекаешься каждый день, может оказаться каким-то монстром, зверем, людоедом. Что это вот, почему это происходит, и вот эти мотивы, какие двигали вот этим убийцей, это все вот лежит в этом сериале. Это действительно такая очень добротная, психологическая картина, где можно не только поплакать, но и посмеяться. Там есть какие-то и такие забавные моменты. И это вот о жизни женщины-полицейской, полицейского детектива в небольшом маленьком городе. Вот я считаю, что для Кейту Инслетта, это вот после «Титаника», ну, я не знаю, который сделал ее звездой, это очень важная принципиальная роль, поскольку, ну, я знаю, что для актрис определенного возраста многие жалуются на то, что трудно найти какие-то достойные роли. Вот это действительно роль очень выпуклая, очень яркая. Среди вот еще картин, которые, на которые я хотел бы обратить внимание, которые тоже фигурировали и получили золотые глобусы, фильм «Белфаст» Кеннета Брэна. Кеннет Брэна – это из Ирландии, по-моему, кинорежиссер и актер, он в свое время специализировался на шекспировских ролях, они были с Эмой Томпсон супружеской парой, затем разошлись, вот пытаются как будто бы вот идя вровень все время показать, на что они способны. Очень долго маринуется «Смерть на Ниле», вот второй фильм, где Кеннет Брэна сыграл Эркюля Пуаро и сам же срежиссировал эту историю. Фильм очень должен быть интересный, из «Галь-Гадо», там очень много, но там, к сожалению, сыграл вот Амми Хаммер, который сейчас обвиняется в насилии, ну, то есть у актера какая-то такая очень сложная ситуация, и я понимаю, что продюсеры страшно испугались, что не бросит ли эта тень на саму картину участия, что, может быть, будут бойкотировать из-за того, что актер вот у него такой негативный реноме, и я очень, ну, действительно, тоже с грустью вижу, что часто бывает, что хорошим фильмом как-то вот что-то переходит дорогу, ну, и ситуация с коронавирусной инфекцией, то есть я понимаю, что ждут какого-то благоприятного момента, чтобы картина вышла на экраны, а тем временем Кеннет Брэна получил за лучший сценарий фильма «Белфаст» картина черно-белая, она только в конце, там последние кадры становятся цветными, картина, которая нас погружает в мир вот этого ирландского города, где идет ворожда католиков и протестантов, и весь этот конфликт показан глазами маленького мальчика, и истории его семьи. Вот очень фильм, который говорит как будто бы о жестоких, там, страшных вещах, но из-за того, что это жизнь ребенка, он воспринимает это по-другому, и мы, глядя этими глазами, фильм воспринимается тоже как-то очень по-светлому, в нем очень много музыки 60-х, 70-х годов, вот это как раз то время, когда происходит действие фильма, и я вот был очень впечатлен, конечно, этой картиной, мне как-то показалось, что фильм достойный, такой очень достойный, очень крепкий, и опять-таки картина, которую, если она пойдет у нас на киноэкранах или каким-то образом, может быть, на стримингах, обращаю ваше внимание, не пропустите. Лучшим актером в сериале комедии-мюзикле стал Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» — это сериал, который очень сейчас популярен, и действительно, по-моему, второй сезон уже прошел на экранах, он рассказывает о тренере в команде английской премьер-лиги, назначает главным тренером американца, который работал в американском футболе. И вот здесь история вот этих сложностей, здесь, с одной стороны, спорт, с другой стороны, вот эти все этнические, как бы, несовпадения менталитетов, ну и эта картина не скорее не о спорте, а о людях, и очень такой смешной, действительно, такой драйвовый сериал. Вот, собственно, наверное, подводя итоги вот «Золотого глобуса», а, я хочу сказать, что лучшая мужская роль, вот, игра в «Кальмаре» о Йон Су, который сыграл вот главного героя в этом сериале. Ну и ждем, когда объявят номинации на «Золотой глобус», я думаю, что тут тоже, может, будет порассуждать, поговорить, и, в общем-то, может быть, какие-то новые картины еще всплывут, будут помечены вот этими заветными значками номинация на «Золотой глобус», потому что это всегда привлекает внимание к картине, это всегда делает ее более, более, ну, скажем, знакомой с зрителем, если этот фильм где-то на слуху, где-то вот мелькает в рецензиях, в значках, то есть, ну, есть шанс, что аудитория его значительно расширится. Так что ждем следующего понедельника, когда будут объявлены номинации, может быть, вот в следующую среду уже поговорим о номинациях «Оскара» и новостях кино, ну, а также, конечно, о премьерах, о фильмах, которые будут выходить на киноэкраны. Олег Пек был с вами, спасибо большое, что слушали, и до новых встреч.